О будущем сегодня здесь было сказано много, теперь поговорим о будущем продаж. В этом нам поможет барабанная дробь, президент Национальной Ассоциации Профессионалов Продаж, Дмитрий Норко. Прошу, ваши аплодисменты. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Дмитрий Норко, я продавец. Продажами я занимаюсь уже 30 лет, из которых 20 с лишним лет обучают данному ремеслу взрослых людей. И сегодня я хочу поговорить о том, что происходит в мире продаж сейчас, в ближайшем будущем и к чему нужно идти. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Какие есть варианты, что здесь изображено? Рука и варианты, поехали. Кто? Что? Очередь за покупками. Очередь за покупками. Еще? Что? МММ. Метро. Еще? Ватикан. Абсолютно верно. Это Ватикан, площадь Святого Петра, выступление Папы Римского. Эта фотография была сделана в 2005 году. Вот это тоже самое площадь, только пять лет спустя. Что изменилось? Дело в том, что за какое-то небольшое время произошло очень серьезное изменение, и имя этому изменению вы все отлично знаете, интернет. Немножко статистики, вы его все знаете, но еще раз. На сегодняшний день в России порядка 84 миллионов человек являются уверенными пользователями интернет. Из них 82% в возрасте от 30 до 54 лет. Еще раз, посмотрите внимательно на эту цифру. 30-54 года. Что это за люди? Это ваши покупатели. По сути, это ваши клиенты, это те люди, у которых есть деньги, да, которые готовы платить. А что вам? Что вам, лично вам, каждому из вас дал интернет? Буквально одно слово. Рука. Давайте поговорим. Что? Знание. Знание. Еще. Работа. Деньги. Деньги. Еще. Возможности. Возможности. Еще. Свободу. Свободу. Да, именно свободу. Дело в том, что интернет дал всем нам самое важное. Он дал свободу, свободу выбора. Свободу выбора. И сегодня, сегодня люди привыкли выбирать. То есть, сегодня, когда у человека возникает какая-то потребность, что он делает, он открывает интернет и он ищет. Вы знаете, кстати, буквально позавчера вечером еду на автомобиль и вдруг смотрю, что-то режет мой глаз, не могу понять что. И я понял, стоит человек и голосует. То есть, это реально и это уже, это что-то не то, что-то не так. Сколько прошло? Два года. Всего лишь два-три года. И сейчас человек, который стоит, голосует, он уже вызывает отторжение, уже что-то не то. Дело в том, что до возникновения и развития интернета все мы с вами жили в эру продавцов. Это было классное время, потому что продавцы управляли миром. Продавцы управляли миром, потому что продавцы обладали уникальной информацией по продуктам и решениям. И покупателям ничего не оставалось, как идти к ним на поклон. И продавцы этим пользовались. Но как только возник и стал развиваться интернет, эра продавцов, хотим мы или не хотим, закончилась. И сейчас мы все с вами благополучно уже вступили в новую эру. Эру покупателей, эру образованных покупателей. И самое главное, эру покупателей, у которых выработался жесткий, жесточайший иммунитет и отторжение к продавцам. К чему это привело? Внимание на слайд. Я делаю опрос моих пользователей, руководителей в сегменте B2B. Я задаю вопрос, в какой степени вы доверяете тем, у кого вы купили за последний год? Внимание. Тем, у кого вы купили. Цифры перед вами 4% полностью, 9% по существу или в целом, 26% в некоторой степени и 61%. Посмотрите на эти цифры, 61% доверяют редко или не доверяют вообще. Почему? Почему такая ситуация? Мне нужно 6 добровольцев. Сюда, пожалуйста. Друзья мои, 6, 6, 6. Колхоз, дело добровольно, не хочешь, расстреляем один. Давайте, 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 давайте. Дамы. Парни. Давайте, давайте, давайте. Выходите, выходите. Это не страшно, это весело. Идите, 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 идите ко мне. Так, класс. Еще, еще раз, два, три, четыре. Еще двое. Женщины, женщины почему нету? Вот девушки все красивые. О, красивые девушки. Отлично. Одну девушку все равно взяли. Все, 6, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, давайте еще тогда кто-нибудь один. Еще тогда один. Мы же не будем никого прогонять. Ну, давайте, давайте, давайте. Давайте, коллеги, вот, хорошо, пока девушка идет, сейчас, пожалуйста, нужно, чтобы вы встали, нет, ко мне, две шеренги друг напротив друга, вот таким образом, вот так, сюда, пристраивайтесь, еще, еще две шеренги, телефон убирайте, потом сделаем. Где у нас еще, коллега? Где она, где она? Не, 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 еще, еще. Идите к нам, идите к нам, тогда вы, да, ну, а что делать? Помогайте, помогайте. Не, положите вот эту штуку, она вам, да, она вам будет мешать. Так, а у нас, а, тогда вы лишние. Не, все, тогда все, спасибо. Спасибо. Раз, два, три, четыре. Внимание, руки вперед, руки вперед. Соприкоситесь руками, соприкоситесь руками. Прямые руки, прямые. Ноги на ширине плеч. Значит, по условиям. Ноги от пола отрывать нельзя, руками, руками вот так, зацепляться нельзя, понятно? Задание на счет три. Заставьте оппонента сойти с места. Поехали. Раз, два, три. Так, давайте, он должен сойти с места. Еще, 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 так, так. Отлично, закончили. Спасибо. Спасибо. Все, 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 брек, 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 брек. Понравилось как, а? Вот вы по моей команде на счет три делаем шаг вправо. Раз, два, три. Шаг вправо. Идите ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Идите сюда, все, остановитесь. Смотрите, перед вами теперь новый соперник. Опять руки вперед. Заставьте его сойти с места. Помогаем коллегам. Давайте. Давайте. Заставьте. Так. Так. Закончили. Спасибо. Уже лучше. Опять шаг вправо. Ко мне сюда. Ко мне сюда. Новый соперник. Стоп, 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 стоп. Вот теперь включаем голову. Задача вся та же, чтобы он или она сошел с места, но включаем голову, как это можно сделать по-другому. Как? Поехали. Ищем варианты. Хорошо, спасибо. Поаплодируем. Все, спасибо, коллеги. Все, на свои места. Спасибо. Овации за смелость. Давайте представим такую ситуацию. Едет менеджер по продажам. Я сейчас расскажу, что мы здесь сделали. Обязательно сейчас. Но маленькая предыстория. Давайте смоделируем такую ситуацию. Едет менеджер по продажам. На встречу к потенциальному клиенту. Проводит переговоры. Приезжает назад в офис. Приходит в кабинет к директору и говорит. Шеф, это, ну, короче, ну, 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 не смогла я. Не смогла. И приводит 28 тысяч доводов, почему у него не получилось продать, среди которых такие железобетонные доводы, типа, у нас дорого, у них есть свой поставщик, а их не устраивают наши решения, и так далее, и тому подобное. И все такие доводы железобетонные создаются полное впечатление, что парень сделал все, что от него зависит. Да даже больше, чем в человеческих силах. Но сегодня Юпитер в Водолее, да, ветер юго-восточный. Короче, карты не легли, и парню не свезло. Что происходит дальше? На следующий день шеф садится на машинку, едет в эту компанию, проводит переговоры, через некоторое время приезжает в офис, а в руках у него что? Договор. А вот теперь хочу ваш вариант. Почему, по вашему мнению, у шефа получилось то, что не получилось у манагера? Поехали, варианты, почему? Он убедил, еще. Опыт, еще. Должность выше, доверие, еще. Личные качества, договорились, еще. Уверенность, да, еще. Разогрел, шеф сделал, да. Вы знаете, друзья мои, все вы правы. Вы абсолютно правы. Да, у шефа больше знаний, да. Да, у шефа больше навыков, да. У него больше авторитет, высшая должность. Да, 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 да. 28 тысяч, да. Все, да. Но самое главное не это. Самое главное, когда манагер приезжает на встречу, у него на лбу большими буквами, бегущей строкой, с подсветкой, с ульминацией, написано примерно следующее. Я должен тебе продать. Ты должен у меня купить. Мне надо план делать. Мне надо ипотеку платить. Я к тебе на такси приехал. Ты мне уже должен. То есть, его поведение, что? Оно прогнозируемо. Оно предсказуемо. Так делают все. То есть, что он начинает делать? Он начинает давить. Год назад у меня были переговоры с одной очень крупной компанией. Очень крупная компания. И они хотели заказать мое обучение. И когда я пришел к ним на встречу, а компания, знаете, такая очень самодостаточная. Они всегда занимаются обучением сами. И тут внешний провайдер, что-то необычное. И я сразу же им задал вопрос. Ребята, зачем вам нужен я? Зачем? Для чего? Почему именно я? И на прямой вопрос я получил прямой ответ, который меня немножечко выбил из колеи. Они мне сказали. Вы знаете, год назад мы увидели то, что наши продажи стали стагнировать. Мы провели исследование, и мы нашли причину. И мы выяснили, что самая главная причина стагнации заключается в том, что у наших продавцов есть огромное желание продать. И именно это огромное бесконтрольное желание мешает людям продавать. Что у нас происходило здесь? Коллеги, вспомните. Когда я попросил вас, чтобы вы заставили его сойти с места, что вы все стали делать? Вы все стали давить. Но после того, как вы давили, что вы получили в ответ? Вы получили то же самое. И ваша реакция – ах ты так! Я еще сильнее буду давить. Но чем сильнее вы стали давить, тем больше вы получали в ответ. Вот вся штука в том, что примерно то же самое происходит сегодня в переговорах и в продажах. А происходит то, что вот эти техники, эти методики, вот эти вот методы, которые уже проверены временем и описаны в сотни книг, они уже перестают работать. Почему? Причина, самое главное, заключается в том, что изменились люди. Изменились те люди, которые покупают. Помните, сегодня мы говорили, да? У людей есть что? Выбор. И они хотят иметь выбор. Они привыкли этот выбор делать сами. И на сегодняшний день, на сегодняшний день подход только один. Если вы хотите действительно преуспеть в бизнесе сегодня и в дальнейшем, нужно менять подход, нужно менять отношения. Ну так почему же получилось у шефа? А все штука в том, что любой руководитель с высоты своих лет, с высоты своего опыта, он на таком подсознательном уровне применяет совсем другой подход. Он применяет совсем другой подход. То есть его к этому жизнь привела. И этот подход, он называется экспертный подход. То есть когда шеф приходит на переговоры, тот ему говорит, ну давай, продавай. А он говорит, подожди, я не буду продавать. Я не буду продавать. Слушай, давай сядем сейчас, давай поговорим. Давай поговорим. Сейчас я попытаюсь понять, что у тебя происходит. Что происходит с покупателем? Ведь вся штука в том, что, помните, почему у людей есть отторжение. Вспомните себя. Как только вы сталкиваетесь с продавцом, у вас автоматически появляется стена. Мне хотят продать. И вот эта стена, она непреодолимая. Она не позволяет продавать. Она не позволяет что-то делать. Потому что именно эта стена, она уже вызывает вот это самое отторжение. А когда вы используете другой подход, то есть что здесь у нас с вами происходит? Когда руководитель говорит, слушай, давай поговорим. Это не стандарт. Это не стандарт. Человек, а говорить это не сложно. Ведь это не больно. Человек расслабляется. Он говорит, ну давай. Он начинает говорить. А когда два взрослых вменяемых человека начинают разговаривать, они начинают что делать? Договариваться. Они начинают договариваться. Как я вам уже говорил, интернет очень сильно повлиял на то, как люди делают покупки. И давайте просмотрим, как это было и к чему мы с вами идем. Вы, наверное, многие из вас сталкивались с такой штукой, как Веб-1.0, Веб-2.0, Веб-3.0. А есть много определений. Я вам скажу буквально в двух словах свое определение. Веб-1.0. Это было то время, когда интернет только появился. И люди стали понимать, что через интернет можно искать информацию, но пока они этого не умели делать. И если как-то назвать пользователей того времени, то выглядело это следующим образом. Юзер ищет информацию. Но шло время. Появились поисковые алгоритмы. Интернет перешел дальше на второй уровень. Люди научились искать информацию. И после того, как они научились искать информацию, они задались вопросом, а можно ли так же, как мы ищем информацию, искать других людей. И интернет перешел на второй уровень. Юзер ищет юзера. Это было то время, вы его отлично помните, когда стали появляться сайты знакомств, работные сайты. Когда стали появляться социальные сети. И на мой взгляд, жирную точку в ВЕП 2.0 поставил Яндекс, когда запустил социальный поиск. То есть, когда вводишь строку имя человека, и ты можешь получить максимум информации по нему. Но вся штука в том, что сейчас мы находимся на уровне ВЕП 2.0, что дал нам интернет? Еще раз, он дал нам возможности. Он дал нам свободу. Он дал нам возможности искать информацию. Но сейчас информации еще уже столько много, что возникает вопрос, что с этим делать. Я думаю, в этом зале есть люди моего возраста, которые помнят, когда в Яндекс набираешь запрос, а выдача пустая. Когда были соревнования по Яндексу. Кто помнит? По поиску. Это время пошло. Сейчас по любому запросу миллионные выдачи. Миллионные. Страховка – миллион. Турпутевка – пять миллионов выдачи. И возникает вопрос, что с этой выдачей делать? Как человеку найти то, что нужно? И именно поэтому сейчас мы переходим на следующий уровень ВЕП 3.0. Итак, ВЕП 1.0. Еще раз, юзер ищет информацию. ВЕП 2.0. Юзер ищет юзера. И ВЕП 3.0. Юзер ищет эксперта. Кто такой эксперт? Внимание, определение. Эксперт – это физическое или юридическое лицо, которое обладает уникальными знаниями или навыками, и тот, кому можно доверять. По сути, институт экспертов – он не нов. Если вы посмотрите вашу жизнь, если вы посмотрите жизнь вашего окружения, ваших друзей, и сравните ее с жизнью ваших пап, мам и ваших бабушек, дедушек, то вы увидите, что, скорее всего, так же, как у них, в их окружении, так же, как и у вас, есть свои стоматологи, есть свои гинекологи, есть свои юристы, есть свои парикмахеры. Сейчас модно иметь своего фитнес-инструктора. Милые дамы, скажите мне, пожалуйста, а кто такой свой парикмахер? Это тот человек, к которому мы приходим и говорим, слушай, я с таким сегодня мужиком встреча, сделай меня королевой. А, она говорит, садись. И вы садитесь, так глаза закрываете, точно королева будет? Да точно будет. И вы знаете, что когда вы откроете глаза, кто будет в зеркале? Королева. И при этом у вас не возникает вопросов, а сколько стоит твое королевство? А почему так дорого? А чем твое королевство отличается от других? А докажи, что твое королевство лучше. Вы знаете, что вы получите ровно то, что вы хотите, и даже больше. Почему? А потому что этот человек эксперт. Вся штука в том, что мы сейчас вышли на новый уровень. И сегодня, сегодня работа по-старому, когда разработчик сайта говорит, ты покажи несколько сайтов, которые тебе нравятся, и я тебе сделаю. Друзья мои, это Веп1. Это время прошло. Сейчас нужны эксперты. Как работает эксперт? Из чего складывается экспертный подход? Составляющая экспертного подхода. Две составляющие. Первая – позиция. Вторая – компетентность. Позиция – это самое важное. Это самое важное – это то, что дает ключевое отличие. В чем глобально отличается экспертный подход от стандартного? Все дело в том, что, я уверен, многие из вас были на тренингах продаж и не один раз, и читали кучу книг. Все дело в том, что на всех тренингах продаж работает только одно – отрабатываются навыки. Умение отвечать на возражения, умело делать презентацию. Но вся штука в том, что если отношения, если позиция человека остается на старом уровне, втюхать, впарить и впендюрить, то никакие навыки, ничего не получится. Первое – нужно начинать с позиции. Почему сейчас не работают стандартные подходы? Потому что, смотрите, основа любого классического подхода – это в каком-то мере манипуляция и воздействие на покупателя. Любой бизнес-тренер вам говорит, покупатель – это объект, на него нужно воздействовать. Но вся штука в том, что есть две непременные вещи. Первое – люди не любят уже и не переносят, когда на них начинают воздействовать и к ним относятся как к объекту. И самое важное – поймите одну самую важную вещь. Любая манипуляция, любое воздействие возможно только при одном условии – сверху вниз. То есть, грубо говоря, родитель может манипулировать и воздействовать на ребенка, он это не заметит. Но если ребенок снизу вверх будет пытаться манипулировать и воздействовать на родителя, скажите, родители есть? Вы это увидите? Мгновенно вы все это распознаете. И вот именно поэтому сегодня все это не работает. Почему? Потому что при старом подходе, при старой позиции автоматически классический продавец, он находится в позиции ниже и он пытается воздействовать на позицию выше. И нифига у него ничего не получается. Работать и получать результаты можно только при одном условии, когда вы находитесь на одном уровне. То есть, эксперт работает на одном уровне. И первое – это позиция. Экспертная позиция выглядит следующим образом. Внимание! Откройте, пожалуйста, ваши уши, глаза и попытайтесь услышать, как выглядит экспертная позиция. Ты мне ничего не должен. Я тебе ничего не должен. Ты не должен у меня ничего покупать. Я не буду тебе ничего продавать. У тебя есть определенная потребность, у меня есть возможности, опыт, знания и база. Сейчас я пойму, смогу ли я быть тебе вообще полезен, интересен. И сразу предупреждаю, если я пойму, что то, что я предлагаю, это не то, что тебе нужно, я первый тебе об этом скажу, встану и уйду и покажу, куда тебе нужно идти. Вот это и есть экспертная позиция. Я понимаю, что сейчас у вас в головах. Я понимаю, скорее всего, у многих из вас в головах примерно следующее. Мужик, ты чего? Как это не должен? А план, ты чего? Подожди, а ипотека, ты чего? Как это не должен? Должен. Но если кто-то считает, что должен, вспомните, когда люди стояли здесь. Помните, что происходило? Когда вы давили, вы говорили, да, ты мне должен. Что получали в ответ? О, не должен, не должен. Все дело в том, что когда человек проходит через этот уровень, должен, не должен, тогда он становится свободным. Ну, а реально, друзья мои, а давайте по чесноку, а? А кто кому чего должен? Вот я лично считаю, что человек должен, именно должен, двум категориям людей. Две. Это престарелые родители и несовершеннолетние дети. Все, до 18 лет. Кстати, скандинавы выпустили исследование, говорят, 14 лет, все, нафиг с пляжа, все, свободен. Да, ну, 18, все, не должен. Милые дамы, скажите, если вам мужчина утром пронесет кофе в постель, потому что он должен, не поперхнетесь? А если он пронесет, потому что он любит и хочет это от души? Ведь кофе-то будет вкуснее. Вот это и есть отличие стандартного подхода и экспертного. Все дело в том, что экспертный подход, он подразумевает то, что человек не пытается что-то продать, он не пытается что-то втюхать, впарить. Да, он является экспертом, он абсолютно самодостаточный, он знает себе цену. И когда это происходит, когда это происходит, наступает очень интересная вещь. Вы знаете, из моей практики, скажи, у меня я вижу все больше и больше, когда люди становятся экспертами, продажи у них получаются сами собой. Люди начинают к ним идти сами. Почему? А потому что в этом огромном океане бездарностей и желающих срубить бабла по-быстрому и не желающих меняться людей, их подавляющее большинство. И когда появляются реальные эксперты, реальные люди, которые болеют за свое дело, которые тащатся от того, что они делают, от них идет вот эта самая аура, тогда получается уже совсем другое. Ну и еще одна составляющая, это, безусловно, компетентность. Эксперт – это тот человек, который действительно является экспертом в узкой области. Понимаете, как я уже говорил, сегодня покупатели, потребители, да, они открывают интернет, да, они знают что-то, но все равно по-любому, по-любому. Смотрите, какая сегодня проблема? Проблема в том, что сегодня большинство покупателей знают больше, чем ваши продавцы, чем ваши менеджеры по продаже. И когда вот такое случается, никакого доверия не происходит. Тогда наступают вот эти вот вещи с ценами и со всеми делами. То есть априори сотрудник-эксперт должен быть на две, на три головы выше, чем потенциальный покупатель. И вот когда, когда вы будете обладать уникальными знаниями, навыками, когда вы будете испытывать удовольствие от своей работы, когда у вас не будет вот этого жгучего желания продать, вы будете себе знать цену. Тогда вы очень скоро увидите, что ваш бизнес серьезно изменится, что ваша ситуация будет совсем другой, и вы сможете подняться и выделиться в своей отрасли и в своем регионе на фоне всех остальных. Так, у меня есть две минуты. Буквально маленькая презентация. 29 октября запускается школа экспертных продаж в Москве. Абсолютно новый формат обучения. Продолжительность четыре недели по два занятия в вечернее время. в неделю с отработками. То есть, грубо говоря, в течение месяца, в течение месяца, вы будете получать задания, вы будете учиться и отрабатывать на своем рабочем месте. И, как показывает практика, через месяц, через месяц по-любому человек становится экспертным. Сейчас я готов ответить. У меня есть одна минута, буквально два вопроса. Или у меня нет уже? Спасибо, Дмитрий. Вот действительно поступают вопросы. Итак, как продавать новичку, у которого еще нет экспертности? Очень просто начинать учиться. Начинать учиться. Понимаете, опять, что значит нет экспертности? Учиться. Учиться. Это как, да, вот, а как мне стать роковой женщиной в 14 лет? Да никак, милая. Ну, нужно все-таки пройти время, накопить опыт. Да, вот. Всему свое. Нужно учиться. Самое главное, нужно хотеть этим стать. Хотеть. И вот, как знаете, очень такой вопрос, интересный. Этот вопрос я слышу уже 30 лет. Вопрос примерно следующий. Для того, чтобы добиться успеха в продажах, нужно два уровня условных знаний и умений. Нужно умение продавать и знание продукта и рынка. Что важнее? 15 лет назад я отвечал на этот вопрос следующим образом. 15 лет назад я говорил, самое главное – это уметь продавать. Если вы умеете продавать, вы можете продать. И я учил это делать. Тогда было учение следующее. А вы знаете, наши поезда, самые поездатые поезда в мире, наши поезда, никто не перепоездит. Все. Вот это было тогда. Сейчас я говорю с точностью до наоборот. Вы можете не уметь продавать, но вы должны, вы обязаны очень хорошо знать свой продукт, рынок, своих конкурентов, своего покупателя в первую очередь. Если вы, конечно, еще будете уметь продавать, тогда вы вообще будете вне конкуренции. Но сегодня это главное. Мир изменился. Спасибо большое. Ну, собственно, это все вопросы. Коллеги, спасибо. А если есть вопросы, я буду здесь. Пожалуйста, подходите. Успехов вам и эксперты. Спасибо.